Добрый день! Сегодня у нас в гостях новые бриллиантовые директора, закрывшие это звание седьмым каталогом 2017 года. Это Наталья Бесчетвертьева, Анна Кирдзянова и Светлана Семашко. Анна, Светлана, Наталья, я вас приветствую у нас в гостях. Это, на самом деле, очень долгожданная встреча. Я знаю, что вы только-только вот с дороги, да, только, наверное, еще распаковали ваши чемоданы, потому что позади грандиозные мероприятия этого года, да, это юбилейный год компании, это мега-мероприятия в Москве, это банкет директоров в Москве. Ну, наверное, я бы хотел, чтобы вы поделились вашим впечатлением об этих мероприятиях. Да, наверное, начну я, а не против? Ну, вот, было юбилейное мероприятие в Москве, буквально три дня назад мы вернулись, 16 тысяч человек, мы привезли огромные команды с собой, и это было, если коротко сказать, что это было мощно и современно. И люди в едином порыве говорили, что Арифлейм – это я. И если вспомнить, что все-таки это был юбилейный банкет, 50 лет, то в человеческом понимании такой юбилей – это определенный итог твоей жизни. Что ты достиг, что ты имеешь, что ты такой на сегодняшний момент. Для компании, скорее всего, это старт в будущее, вот такой мощный старт в будущее. Мне очень нравится фраза, которую говорят наши топ-менеджеры – «Все только начинается». И даже еще есть интересная фраза – «Мы еще даже не начинали», но нам 50. На этом банкете мы втрою закрыли бриллиантного директора. Ну, вот так вот. Это огромное количество впечатлений. И потом, еще, конечно, огромное количество впечатлений у меня от нашего мероприятия, которое мы провели после мегафорума с командой. Наша команда – 200 человек. Мы поехали на вечеринку, сальсовечеринку, где у нас кубинские танцоры учили нас танцем. Ну, это было, знаете, совершенно удивительно, потому что, когда ты чувствуешь вот эту вот энергетику команды, а команда сумасшедшая, 4 часа просто танцевала. В общем, миллион впечатлений, Аня. Я слышал эту энергетику и чувствовал ее на банкете, потому что я теперь понял, в чем был секрет еще один, да, вашей команды. Это та самая вечеринка сальсов. Это была совершенно потрясающая, Аня. Сальсовечеринка. Для меня такие мероприятия, как банкет директоров и мегафорум – это особенные мероприятия. У меня есть четкая уверенность, что на таких мероприятиях обязательно нужно быть, потому что именно там принимаются решения. И в 2015 году именно на таком мероприятии, банкет директоров, который назывался «Куда приводят мечты», я приняла свое решение. Мне хочется сказать, почему именно этот год был для меня особенным, и я думаю, что для всей нашей команды. Потому что в прошлом году на мегафоруме и на банкете директоров мы были практически втроем, а в этом году от нашей команды на мегафоруме было более 400 человек. И на банкете директоров нашей делегации от нашего сообщества «Биплан» было более 60 человек. Из них у нас было 22 новых звания директорских закрыто, 7 званий старших директоров, 6 золотых директоров, сапфировый директор, 2 старших золотых директора и 3, конечно же, бриллиантовых директора. И мы с собой увезли чеков на сумму 72 тысячи долларов. Поэтому это наша гордость, это наша команда, с которой мы приехали на такие грандиозные масштабные мероприятия. По традиции МЛМ, мне бы хотелось, чтобы вы немножко рассказали свою историю успеха. Потому что для многих вы люди новые, многие у вас узнали и увидели на сцене Олимпийского впервые. Пожалуйста, вашу историю. Моя история началась 16 лет назад. И началась она, наверное, очень стандартно. Мне понравился аромат в компании «Арифлейм». Я захотела его взять, мне предложили купить его со скидкой. И, в принципе, никаких планов больше не было. Но был декабрь месяц, вы понимаете, что это Новый год. Люди, которые на обычной работе работают, заняты в декабре очень сильно, очень много. Был каталог, все хотели иметь продукт, поэтому было 200 баллов. И был звонок от моего спонсора с одним вопросом. Сколько ты зарабатываешь на продажах? Это было 2 тысячи. А хочешь зарабатывать 20 тысяч рублей? Ребят, у библиотекаря с окладом в 562 рубля вопрос, хочешь ли ты зарабатывать 20 тысяч, какая бы у вас была реакция? У меня была реакция нормального человека, да, я хочу. И первая встреча со спонсором, в принципе, она решила все. Когда я увидела альбом с фотографиями, где был Магнус Брэнстром и Ольга Аврискина на золотой конференции в Ницце во Франции, это был парад на сцене, это были чеки в 2000 долларов, это были красивые люди, мне показалось, что это была как раз та жизнь, вот те события, о которых бы я мечтала в своей жизни, чтобы они у меня происходили. Я закончила школу, закончила Самарский государственный университет, к тому времени я 14 лет проработала в библиотеке, и по общим меркам у меня была, ну, такая, знаете, хорошая жизнь. У меня был свой кабинет, у меня была там семья, мы несколько раз в году ездили на море, ну, в общем, было все, да, но я хотела больше. Вы знаете, когда, сейчас у меня вот очень девушки, наверное, поймут, вот когда у тебя 48 размер одежды, а ты купила, например, пиджак, ну, чтобы оказаться, может быть, страннее, размера 40-го, то он тебе неуютно в нем, да, все время жмет. Вот было такое ощущение в моей жизни в 33 года, когда вот все хорошо, но чего-то не хватает. И я смотрела и думала, ну, вот неужели это все, вот что я, вот все так и будет всегда. И я была с этим не согласна. И вот первая встреча, она была со спонсором такой, судьбоносной, можно сказать, и после этой встречи, я помню, у меня тогда не было ни машины, я не так часто летала на самолетах, и я села в электричку, и была так воодушевлена той информацией, которую я услышала, рядом со мной сидела девушка, я ей говорю, представляете, в Арифлей можно зарабатывать 20 тысяч рублей. Она говорит, да вы что, я говорю, да, завтра приедет мой спонсор и будет рассказывать, приходите ко мне в гости. После первой чайной встречи, когда были все мои гости, это все были все подруги, были зарегистрированы, на следующий день я уволилась с работы. И, честно говоря, я не совсем понимала весь смысл маркетинг-плана и не ориентировалась, может быть, в цифрах и фактах. В моих презентациях, возможностях не было так много информации, но было столько эмоций и было столько энтузиазма, что люди просто приходили вот именно на это. Поэтому первое звание сделалось очень быстро, буквально за полгода. И дальше, когда рассказываешь такую историю, выглядит как все так гладко. Вот пришла, зарегистрировалась, через полгода сделала звание, и люди спрашивают, а что трудности были? Ребят, трудности были, их было очень много. И сейчас, наверное, даже смешно людям современным, которые сейчас работают онлайн и оффлайн, слышать об этом. Потому что раньше не было, допустим, в моем городе не было СПО, поэтому как доставлять продукт людям? И мы садились в электричке, брали заказы в свои руки, по 20-30 заказов привозили домой и раздавали. Не было столько источников информации, и поэтому приезжали в сервисный центр на школы КАСМУ, с блокнотом буквально все записывали, приезжали домой, уже вечером были дома, опять же, проводили все эти школы, чтобы была передана информация. По продукту хочу сказать, опять же, смешно, да? Мы приезжали в сервисный центр ночью, чтобы занять очередь, чтобы первыми быть, и чтобы нам досталось хотя бы половину из того, что было. Отказы и возражения. Были ли они тогда, обращали ли мы тогда внимание? Вообще, как они влияют? Конечно, они влияют. Поэтому со спонсором была договоренность, что если что-то тебе кажется не так, и мы встречались каждые три дня, потому что тоже было не очень приятно слушать, что тебя отказывают. Сейчас это вспоминаешь, конечно, со смехом и с улыбкой на губах. У меня пять групп, которые построены чисто офлайн. То есть это живые встречи, это презентации возможностей в офисе, в кафе, там чайные встречи, это презентация декоративной косметики, средств по уходу за кожей, это именно офлайн. И шестая группа была построена чисто онлайн, это холодные контакты, социальные сети. И для меня, как для человека, который в 15 лет строил бизнес офлайн, было не очень комфортно переходить на онлайн. Первые два месяца было ощущение, что ты вообще не знаешь ничего, потому что приходилось буквально всё с нуля постигать. Вкл-выкл, буквально до этого доходило. То есть не знали, не было ни системы работы, не понимали, с чего начать и чем закончить. Но терпение, время и труд, всё перетрут, как говорится. И через буквально 2-3 месяца ты понял, что нужно делать, как нужно делать, что ты можешь эти знания передавать быстрее, и группы могут строиться твои быстрее. Решение бриллиантового директора сделать... То есть я понимала, что у меня будет бриллиантовый директор. Но когда он будет? Ну когда-нибудь будет обязательно. Потому что если ты начал и ты делаешь, то всё равно у тебя будет результат. Однозначно. Но у меня есть дочь Анна Кирдянова, у неё абсолютно неуёмная энергия. И просто на фоне того, что все очень начали быстро расти, и вот вместе, всегда вместе в команде расти быстрее и легче. Поэтому я смотрю, все растут, думаю, надо срочно делать бриллиантового директора. Ну вот сделали. Кстати говоря, закрывали мы бриллиантового директора на отдыхе на Эгейском море. И первое поздравление как раз получили именно в Греции. Что поздравляю, Наталья, Анна, вы теперь новые бриллиантовые директора. Да, я помню это закрытие. Такое было ощущение, что так действительно это легко. Но на самом деле это у вас было легко, просто и уверенно. Мне кажется, это тоже очень важно отметить. Спасибо. Добрый день, дорогие коллеги. Сегодня я тоже поделюсь с вами своей историей. Наверное, она похожа на много историй других. Я девочка из небольшого города. Как вы уже узнали, что Наталья Бесчетвертева – это моя мама. И на самом деле я не быстро пришла в Арифлейм. Меня очень долго сюда зазывали. Но как-то я никогда для себя эти возможности не принимала, потому что я думала, что вот Арифлейм живет отдельно. Я никогда ничего не имела против этой компании. Но как-то я жила отдельно. Но мама моя, конечно, сейчас я каждый день готова говорить ей огромное спасибо, потому что она не сдавалась. И всегда в моей жизни, ну, где-то она мне показывала своим образом жизни, своим стилем жизни, да, вот как можно с компанией Арифлейм. В этот момент я закончила институт. У меня родились двое моих прекрасных деток – Арина и Егор. И, ну, в этот момент я стала задумываться, наверное, о том, что мне бы не хотелось выходить на основную работу, потому что я понимала, что там всегда есть потолок какой-то финансовый, да, мне было это неинтересно. Ну и вообще всегда на любой работе, там, проработав полгода, я понимала, что мне становится неинтересно, потому что дальше расти некуда. Становится скучно и неохота туда ходить. И я в этот момент, когда я была в декрете, я для себя стала рассматривать разные возможности бизнеса. Ну, то есть я вообще всегда хотела быть предпринимателем, но не в Арифлейм. И, ну, так как у меня есть образование, там, банковское, финансовое, я изучала конъюнктуру рынка, я рассматривала разные возможности и франшизы, и все прочее, да. Но я понимала, что если мы говорим о бизнесе, да, который будет приносить доход, там, 200, 300, 500 тысяч рублей, то это должны быть огромные вложения. Компания Арифлейм позволяла прийти мне сюда, да, и иметь свой бизнес, построить свой бизнес абсолютно без вложений. И, конечно, это стало для меня главным преимуществом. В какой-то момент я сдалась, позвонила сама своей маме и сказала, ну, давай, уже регистрируй меня, я тоже буду строить свой бизнес с этой компанией. Ну, вот у меня был какой-то один этап в жизни, да, с компанией Арифлейм, и в этом этапе я была директором. В принципе, мне все нравилось, я была довольна. Пока в 2015 году не произошел банкет. Для меня он очень символичный, для меня он очень значимый. Назывался он «Куда привозят мечты». И я приехала на этот банкет. И вот, да, как я говорила раньше, отвечая на вопрос, что, наверное, все решения принимаются именно на таких мероприятиях. Именно на этом мероприятии было принято мое решение. Расти быстро, активно, весело и в удовольствие, да. Это сейчас девиз нашей команды. Все вышло с банкета, я с горящими глазами. Горели они у меня так, что, наверное, там вся Москва видела в данный момент, что все, это принятое решение. И мы стартанули, мы запустили онлайн-проект. Сейчас, если вот я думаю, да, допустим, по истечении этих полутора лет сложно было и легко, я сейчас не вспоминаю никаких трудностей, да. Конечно, они были, и их было огромное количество на этом пути. Но как-то мне кажется, что так вот все быстро, очень легко пролетело, и вот я уже бриллиантовый директор. Вот такая вот история. Ну, друзья, у меня начало моей истории, первая часть моей истории, она такая продуктово-развлекательная, я бы сказала. То есть я пришла в Арифлейм на прекрасный продукт, румяна в шариках. Очень уж мне захотелось его купить со скидкой. Кто-то мне донес эту вот святую мысль, что можно прийти зарегистрироваться и купить с 20% скидкой. И, в общем, очень меня, конечно, затянула жизнь Арифлеймовская, которая отличается от всей другой, потому что тут бесконечно какие-то мероприятия, бесконечно какое-то общение новое. Учились мы, ходили продавать. В общем, безмерно мне все это понравилось, интересно очень. И я точно знаю, что могла прийти только к такому спонсору, который у меня есть. Это моя Олечка Бурлакова. Сейчас это первая директора и мама четверых детей. И она, конечно, удивительная, потому что с ней никогда не было скучно. Вот о чем говорила Аня, что на каждой работе, вот ей там полгода отработаешь, было скучно. Вот с Олей вообще никогда не было скучно, чем мы только не занимались. У нас огромное количество таких воспоминаний приятных. То есть первая часть истории моей продуктово-развлекательной. Вот таким образом мы сделали сапфирового директора. Развлекаясь, получая удовольствие, путешествуя с Арифлейм. То есть мне нравилось все всегда в Арифлейм. Про сложности, да, какие-то сложности были. Ну, самая такая основная сложность была с моим окружением. То есть потому что у меня уже в тот момент, когда я пришла в Арифлейм, был мой Жорочка, который, ну, большой начальник. И все наши друзья, в общем, вообще не понимали, зачем мне этот Арифлейм нужен при таком замечательном муже. И, конечно, немножко это меня ломало. Ну, все это, в общем, прошло, все полюбили Арифлейм вместе со мной, все хорошо. Первая часть истории. То есть в 2015 год я пришла с тремя группами, будучи до этого сапфировым директором, но зашла в 2015 год с тремя группами и с тремя детьми. Прекрасное совершенно состояние, хороший доход. И поехала на то же самое мероприятие, о котором сейчас говорила Аня. Ну, вот у нее был поворотный банкет. На банкет я не осталась, потому что у меня к тому моменту была маленькая Ева. Совсем маленькая я не могла остаться, но я была на мегафоруме. И что меня потрясло? То есть Арифлейм изменился, абсолютно изменился. Вот за период, пока я была в декрете в последнем 8 месяцев, все было по-другому. Огромное количество новых званий, огромное количество молодой, вот такой вот свежей команды, такой свежий ветер, понимаете. И, конечно, увлекло это безмерно. То есть я улетела вечером домой в Самару с абсолютно точным решением, что надо работать, надо расти. Увлекла меня именно, знаете, вот деятельность, активность, как это все сейчас происходит. Это мы говорим с вами про 15-й год. Первый человек, который меня поддержал в онлайне, это моя мама. За это время мама открыла золотого директора. Мама начала этот бизнес в 62 года. До этого вообще никак ее было не приманить в оффлайн. Вообще не хотела никак. В онлайн пришла, сделали результат, открыли золото. Еще два директора нашлись. Одна моя знакомая, она сразу пришла именно на онлайн. Это Анечка Шестернева, моя замечательная. Золотой директор закрытый. Я думаю, что в ближайшем будущем бриллиантовый директор. И третий директор – это Катюша Мулюкина, которая была сначала со мной вместе в оффлайн, а потом мы с ней вот укрепили это таким вот бизнесом в интернете. То есть за этот период, вот за два года, то есть понятно, что мы закрыли бриллианта, у нас получилось старших менеджеров новых около 20 человек. То есть для меня, мне кажется, безумно увлекает вот этот ритм. Поэтому, конечно, сейчас Арифлейм для меня – это абсолютно другая энергия. Это прям вот движение-движение. Вот меня это привлекает безмерно. И я всех как раз вот на эту фишку зову, что, ребята, у нас сейчас очень быстро можно делать результаты. Вот такая моя бриллиантовая история. Очень надеюсь, что она вас сейчас заманит. И мы все, всем самарским филиалом бомбанем бриллиантовых директоров. Андрей, вот что хочу еще добавить. Сейчас нашла очень гармоничное сочетание для себя работы онлайн и офлайн. Ну, как уже многие знают, что я просто страстный путешественник. И если я каждый месяц куда-то не уезжаю, мне вот реально чего-то не хватает. Просто как глоток воздуха нужны эти путешествия. И есть возможность, работая онлайн, не покидая бизнес, его гармонично развивать, в удовольствие, легко контролировать, как это все развивается и растет, влиять. И все это делать онлайн. И с таким же удовольствием возвращаться домой, чтобы можно было встретиться с людьми вживую, наобниматься, как мы это любим в нашей команде, и провести уже живые встречи. Потому что живого человеческого общения, даже при наличии суперского интернета и работы онлайн, никто никогда не отменит. Сегодня очень популярна, можно сказать, в тренде тема сообщества. Когда я был на банкете и мегамероприятии в Олимпийском, я видел ваше сообщество, ваши огромные команды. И для меня возник такой вопрос. В чем секрет? Чем привлекательны ваши сообщества? Почему к вам тянутся люди? Где кнопка? В чем секрет? Давайте я немножко расскажу. На мой взгляд, у нас очень простой секрет нашей уникальности. И мы всегда об этом говорим людям, которые приходят вновь в нашу команду, что если они этому научатся, то они тоже будут очень притягательны для других людей. У нас, стиль нашей работы, нам нравится то, чем мы занимаемся. То есть мы просто получаем от этого удовольствие. А когда самый простой способ получить удовольствие, к этому все люди тянутся, это присоединиться к тем, кто уже получает удовольствие. Поэтому, в общем-то, людям очень приманчиво вот это состояние наше, когда нам нравится. Мы это демонстрируем в нашем образе жизни, мы это демонстрируем в нашем личном бренде, мы это демонстрируем в общении, что нам нравится то, чем мы занимаемся. И, безусловно, людям хочется тоже с нами этим заняться. Поэтому я думаю, что вот секрет сообщества, обе-план, это в настроении, что мы любим свое дело, это в том, что мы работаем весело. Если почитать наши чаты нашего сообщества, то просто, знаете, любой цирк отдыхает. И, конечно, мы делаем легко. Мы никогда не говорим, ребята, что у нас трудный бизнес. У нас легкий бизнес, он легко повторяемый. Да, здесь нужно делать определенные действия, но давайте не усложнять то, что нужно сесть за компьютер и пообщаться с людьми. Ребят, по-моему, это достаточно легко, если вы к этому так относитесь. Поэтому легкость, настроение хорошее, и мы любим свое дело. Вот так выглядят бипланы, по-моему, поэтому к нам приходят люди. Девчата? Мы согласны с тобой. Как-то так. Вопрос рекрутирования для растущего лидера был, есть и всегда будет оставаться самым актуальным. Вопрос короткий. Как вы приглашаете новичков? Андрей, ну давай, наверное, на этот вопрос отвечу я. Рекрутинг, рекрутинг, рекрутинг спасет однозначно всех, и всех делает бриллиантовыми директорами, поэтому рекрутируем. Ну, на мой взгляд, да, на взгляд нашей команды, в рекрутинге самая важная – это система. То есть это должно делаться не периодами, да, три дня делаю, восемь не делаю, а это должно делаться ежедневно, и тогда это сто процентов приводит к результату. Какие должны быть ежедневные действия в рекрутинге? Ну, это как минимум, да, от 50 до 100 завязанных бесед, разговоров в течение дня. И неважно, где у вас будут происходить эти завязанные разговоры или беседы. Конечно, это может быть и социальные сети, да, это сейчас очень удобно, это очень быстро, и это позволяет очень сильно ускорить наш бизнес. Но если вы молодая мамочка в декрете, которая гуляет сейчас в песочнице с ребенком, и вокруг вас 10-15 мамочек, это не мешает завязывать вам эти беседы в песочнице. То есть неважно, где, главное ежедневно выполнять количество необходимых действий. Конечно, мы стараемся рекрутировать, сейчас больше переходить на голос, на общение живое, на общение голосом, да, а не в переписках. Про компанию мы рассказываем всегда абсолютно четко и уверенно, потому что, ну, наверное, это мое ощущение, потому что с точки зрения предпринимательства именно в интернете компания Reflame нам подходит, да, идеально, это действительно так. Поэтому вот так вот и рекрутируем. Быстро, весело, легко и в удовольствие. Я чуть-чуть дополню, просто отвечу на тот вопрос, который, честно говоря, часто задают. Он связан с тем, что мы в процессе собеседования, когда мы пригласили человека на общение, он еще не знает, что речь идет о компании Reflame. Но в процессе собеседования мы ему рассказываем, что это работа в интернет-магазине, и, безусловно, мы подходим к нашему бренду. Вот дам вам, давайте, свой вариант ответа, вот как я работаю голосом, как я говорю кандидатам на том конце телефона. Я говорю, в какой-то момент, там минут через пять нашего собеседования, я говорю, вот, очень важный вопрос, на котором хочу остановиться. Бренд, с которым мы работаем. Человек говорит, да, 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 интересно. Я говорю, вы знаете, вот о чем хочу вам сказать. Обращали ли вы внимание, что когда вы идете по торговому центру, по аллее торгового центра, что вы обращаете внимание на отделы, известные вам, на марки. Даже если там огромное количество еще отделов, маленьких, да, вы, скорее всего, чаще всего идете в марки. Вы видите Зару, вы видите там еще какие-то марки, очень известные. То же самое в интернете. Очень важно представлять известный бренд, понятный бренд. Поэтому я, нам очень повезло, и мы сотрудничаем с брендом, который развивается уже в России 20 лет. Мы работаем с компанией Арифлейм. Знаете этот бренд? Человек, как правило, отвечает «Знаю». Ну вот, знаете, замечательно. И многие люди знают и хотели бы покупать в этом интернет-магазине уже удобно, с доставкой на дом и со скидкой. Поэтому, конечно, наш бренд – это наше огромное преимущество, не говоря уже о том, что с этим брендом можно еще получить путешествие в подарок за вашу активную работу, не говоря уже о том, что это официальные деньги. Поэтому, безусловно, с Арифлейм работать на сегодняшний день в интернете – это очень выгодно. Поэтому, что вы скажете, готовы ли присоединиться в нашу команду, готовы ли вы начать обучение? Я бы сейчас сказала прям «Я готова». Я вас беру, девчата. Спасибо. Девчата, сработаемся, сработаемся. Мой следующий вопрос тоже очень важный, очень актуальный. Это вопрос планерок, вопрос вебинаров. Как вы приглашаете людей на планерки? Как вы собираете людей на вебинары? Ну, логичная тема в продолжении темы рекрутирования – это тема сопровождения. О чем хочу я вам рассказать? Что вот работает в нашей команде и очень важно будет для вашего бизнеса, безусловно, – это тема делегирования. То есть мы включаем наших людей в работу команды с самого начала. Вот пришел к нам новичок, свежий-свежий новичок, он вчера пришел, вот он, понимаете, двухдневный свеженький новичочек. Ну, то есть это буквально грудной. Мы его сразу включаем в работу, и сразу он у нас выполняет уже действия для общей, полезной обществу, да, команде. Что, например, может делать наш двухдневный новичок? Он прекрасно может вести чат, прекрасно. Мы даем ему список групп, из которых он берет информацию. Он может писать отчет в чат. Это тоже очень важно. Он подает пример следующим новичкам. Совершенно точно он может присылать поздравительные картинки в чат, цветочки, зайки, для того, чтобы поприветствовать следующих новичков. Что мы получаем таким образом? Мы получаем с вами человека, который приучается работать с чатом. Что такое чат? Это наш офис, это наше место, где мы коммуницируем, где мы общаемся, ставим друг другу задачи и так далее. Поэтому это что касается новичков. Включаем сразу на второй день. Менеджеры. Безусловно, менеджеры. Мы стремимся к тому, чтобы уже вебинары в нашей команде вели менеджеры обязательно, по крайней мере продуктовые. Потому что лидеры Арифлейм – это говорящий лидер. Пусть учатся потихонечку с 9%, с 12% школу новичка прочитать, презентацию прочитать в вебинарной комнате. То есть нашу систему работы. Поэтому наши менеджеры читают суть проекта, читают успешный старт, читают продуктовые вебинары. Мы стараемся их в этом обязательно задействовать. Директора. Директорская команда – это сильнейший у нас корпус, честно говоря, директорский. У нас есть отдельный чат, ну то есть это чат, где генерируются все идеи. Идеи исходят, вот поверьте мне, что идеи исходят не только от нас. У нас огромное количество директоров, которые предлагают разные темы, которые нужно обыграть. Там какой-то флешмоб нужно устроить, какой-то вебинар важный прочитать, кого-то пригласить спикером. То есть директорский корпус очень сильный. Совершенно спокойно, вот Наташа сказала о путешествии, совершенно спокойно можно улететь, прилететь, все работает. Потому что в директорском чате на сегодняшний день 70 человек, допустим. То есть если уехали 10, то ничего не валится, все работает, система сопровождения идет. Мне кажется, еще очень важная тема, я думаю, что важная, потому что все об этом спрашивают, как приглашать на вебинары людей, на планерки. Ну вот, Наташа, расскажи нашу систему работы. Обязательно расскажу. Ну вот, опять же, вопрос. Как пригласить на планерку? Первое, планерка должна быть. То есть вы инициируете планерку. Она проходит в определенный час, в определенный день, и это никогда не меняется. И люди привыкают. Как было у нас в самом начале, когда мы проводили и планерки, и вебинары, начало проекта, в проекте я, Аня, еще несколько наших людей, вот Свет в том числе. И чтобы создать видимость того, что нас много, мы подключались с разных гаджетов, под разными именами, чтобы хотя бы было 5, 7, 10 человек. Но со временем, со временем количество людей прибавляется. Как мы прокачиваем время планерки, место планерки и тему планерки? Начинается все это с вечера, когда мы задаем анонс. Анонс должен быть вкусным. Очень важно. Таким, чтобы тебе самому захотелось, просто не терпелось. Когда-когда, я уже знаю, что я никогда не опоздаю на планерку, потому что это очень интересно. И реально сейчас, вот когда мы в самом начале, у нас была вебинарная комната на 100 человек. И мы никак ее не могли наполнить этими людьми. Все время было не очень много, и мы так немножко расстраивались. Потом повалил, как снежный ком. Метод геометрической прогрессии сработал. И мы заходим на вебинар, а люди говорят, мы не можем зайти, потому что нет места в комнате. Мы срочно, там, быстро, в одну секунду покупаем следующие места, и нас уже там 200, 300, 500 человек. Сейчас уже думаем о том, что нужно брать вебинарную комнату на тысячи мест. По поводу обучения вебинарного, конечно, это, безусловно, удобно. И я стараюсь тоже приходить на все вебинары. Единственная причина, почему я не присутствую на вебинар, я пролетаю над Атлантическим океаном в этот момент. Мне самой очень нравятся наши спикеры. Реально интересные темы. Вот совсем недавно была тема наша традиционная, которую мы ведем раз в неделю. Это суть проекта, суть бизнеса с проектом БиПлан. Вела ее семейная пара из Москвы. Я реально, вот просто, знаете, такое слово, залипла на экран, потому что такая была подача информации интересная. Вот эта вот семейная пара в таком ключе подавала суть проекта. Вот реально, когда человек говорит, да я уже видела вебинар суть проекта. Я говорю, нет, ты приходи на каждый, и ты увидишь, как это все, как это делается. По-разному люди все это подают. Это очень интересно. Ну и любые другие темы. Есть фантастические спикеры по продукту. Аня фантастический просто спикер по цифрам. Лучше у нее, мне кажется, не дает эту информацию. У Светы совершенно потрясающие планерки. Она делает это для своей группы, но приходит вся команда. Да, да, все ждут всегда. И все знают, что когда вторник, а будет ли планерка у Светы Семашко. И, конечно, очень важно, чтобы было обучение, потому что вот вы приходите, когда... Конечно, вы ничего не знаете. И чтобы вам делать действия, вам нужна, в первую очередь, информация вам нужна. Вы ее получили, начали делать, у вас следующие вопросы возникают. И вам следующий нужен вебинар, чтобы понять, как это делать. Спасибо огромное. Вы знаете, я вот для себя сейчас еще раз убедился в очень важных моментах. Первое, то, что важна система. И второе, очень важно, когда я вас услышал, это надо быть интересным людям. То, что сейчас Наташа, Света говорили, что любые вебинары, любые планерки, они всегда происходят тогда успешно, когда вы придумаете что-то новое, когда вы интересны той стороне, да, тем консультантам, тем лидерам, которые находятся на той стороне экрана. Спасибо. Милые девушки, сегодня вы такие веселые, эмоциональные, красивые. И, знаете, мне бы хотелось перейти от серьезных вопросов, да, к каким-то таким вот вашим, может быть, фишкам, воспоминаниям. Что-то, может быть, веселого, интересного в ваших структурах происходило. Расскажите, пожалуйста. Я расскажу, пожалуйста, я расскажу. Вот слушайте, вот слушайте. Это нашему проекту было два месяца в этот момент. И ночью сидим мы, как нормальная семья, там час ночи. Я-то вообще уже спала. Да, но мы, как нормальная семья, еще что-то сидим там на диване, обсуждаем там, я не знаю вообще. Да ничего не обсуждаем, читаем что-то. Вот, и тут неожиданно я открываю наши чаты ВКонтакте, и там, понимаете, такое вот, Андрюш, ну, я не знаю, как это передать, там написано СОС, бомба, открытие. Все, кто это прочитает, все, кто это увидит, сразу закроют бриллиантов. Собираем всю команду, через 20 минут на планерку. Время час ночи. Что делать? Ну, думаю, нет, пойду спать, потому что Аня Кирдянова... Я не могла спать. Да, понятно, она не могла спать, думаю, а я пойду. Она не могла спать и не давала спать другим людям. Да, а я думаю, ну, я же нормальная, я пойду спать. Мама, тут бомба просто вообще такого масштаба. Пусть она безумеет, думаю, я пойду спать. Ну, понимаете, ну, через 3 минуты я уже не могла. Я смотрю в чатах, там, вся команда как единой волной собирается на вебинар. Все пишут, когда будет. Все пишут, куда зайти, где ссылка на вебинар, как вообще, где она. Как услышать это чудо. И тут Аня, значит, нам анонсирует ролик, который она открыла, вот прям нашла в этот момент. И в этом ролике, знаете, прекрасная такая информация, что, чтобы стать бриллиантным директором, нужно просто пригласить 500 человек, и они сделают 150 баллов. Вот, понимаете. И это было такое откровение, вот, понимаете, для Ани, что она решила вообще разбудить всю команду по всей России. И вся команда потом обсуждала, боже мой, какое чудо, мы теперь знаем тайну, ребята, всего 500 человек, и мы бриллианты. Что это иллюстрирует? Ну, во-первых, это очень легкая команда, понимаете. Там всегда вот царит вот такой вот дух веселья. Мне муж, как он комментирует, я все время говорю, девчата побежали. Он говорит, Света, тебя люди даже не успевают спросить, куда побежали, потому что вы уже убежали, надо куда-то бежать. Просто все бегут, да. То есть такой вот настрой. Чего, ребята, и вам желаем, потому что гораздо легче бизнес делать вот так, понимаете. Когда быстро, быстро, легко, в настроении. Так что, друзья мои, еще хочу раз повториться. Ну, уже побежали всем филиалом, вообще всей страной в бриллиантовую команду. А мы в исполнительную. Пожелайте нам, пожалуйста, этого. С любовью из Самары Светлана Семашко, Анна Кирзянова и Наталья Бесчетверцева. Продолжение следует...